В прошлый раз мы рассмотрели общую картину, если вы помните, общую схему. И это создает основу для нашего дальнейшего исследования библейского богословия. С этого момента и практически до конца курса мы будем изучать различные темы по мере их актуализации в общей картине. Сегодняшнее занятие, в частности, будет посвящено теме царства. Обратимся к пункту «Б». Развитие темы «Царство» в более крупном разделе под номером 3 – «Толкование Писания». Итак, раздел 3 – «Толкование Писания», пункт «Б» – «Развитие темы царства». В качестве введения предлагаю начать с цитаты Вилла Дамбрула. Из его прекрасной работы по библейскому богословию под названием «Поисках порядка». «Поисках порядка». Вот что он пишет. «Толкование Библии требует некой рамки, содержащей детали. Исследование частностей предполагает знание общей картины». С этой целью я и предложил вам схему общей картины. Далее он продолжает. «Библия – это книга о будущем в свете падений человечества в прошлом и настоящем». В данном смысле вся Библия эсхатологична, поскольку в центре ее внимания возвещение о наступлении Царства Божьего. Она возвещает наступление Царства Божьего. Исполнение Божьего замысла в отношении человека и общества. В самом общем смысле Библия охватывает путь от сотворения до нового творения посредством искупления, что, по сути, представляет собой обновление творения. В поисках порядка, страница 9. И это обновление творения требует ничего иного, как восстановление порядка, божественного порядка. Это один из главных тезисов книги Дамбрелла. И еще несколько вводных замечаний. Необходимость иметь общее представление – да. Однако важно еще и осознавать значение Царства. Здесь полезными оказываются Марка 1, 14 и 15. Господь входит в Галилею, принимает крещение у Иоанна в реке Иордан и говорит «Время исполнилось». Иначе говоря, время ветхозаветного ожидания. И буквально несколькими стихами ранее цитата из Исаии 40, стихи 1-3 в первой главе Евангелия от Марка. Это для того, чтобы прояснить, что происходит в лице Иоанна и Христа. Время исполнилось. То, что было обещано в Ветхом Завете, вот-вот свершится. Царство приблизилось. Царство Божие. Бог по-новому проявляет Свою царскую власть. Покайтесь и уверуйте в Евангелие. Примите эту весть. Доверьтесь ей. И это провозглашение Царства Божьего, как мы увидим далее, занимает ключевое место в служении Господа. Кстати, мы находим более ста ссылок либо на Царство Божие, либо на Царство Небесное в Матфея, Марка и Луки, в синаптических Евангелиях. Вот насколько значимо это понятие. Однако опять-таки в качестве введения следует отметить, что Царство — это явление динамическое. Явление динамическое. Как утверждают специалисты по библиологии, Царство Божие отнюдь не статично. И это понятие непростое для понимания. Ведь известные нам земные царства имеют географические границы. Например, Соединенное Королевство, Букингемский дворец, Королева и так далее. Другой пример — Королевство Саудовской Аравии. И снова мы мыслям в рамках географических территорий. Однако, сталкиваясь с новозаветным понятием «Царство Божие» или «Царство Небесное», акцент делается скорее на правление Божие, на его владычество, а не на область или территорию, в которой оно осуществляется. Для того, чтобы разъяснить это, я попытался подобрать какую-то аналогию. И вот что пришло в голову. Можно войти, скажем, в кабинет юриста и, увидев внушительное количество томов книг в красивом переплете, поинтересоваться, о чем они. Положим, юрист вам ответит — это закон. Закон, помещенный на полку, зафиксированный, статичный. Но вот вы опаздываете на работу, и начальник спрашивает у вас, почему. Вы отвечаете, что у вас возникли трудности с законом. Вам выписали штраф за превышение скорости. И здесь речь уже о некотором событии, о проявлении действия закона в жизни. Царство Божие, Базилея, царство — это нечто, главным образом, динамичное. Это правление Божие. Это его царствование, выразимся так, в действии. И только во вторую очередь, это та область, территория, в которой оно осуществляется. Или, как это уже было озвучено, это не столько Божья территория, сколько Божье правление. Последнее в этом вводном разделе — разграничение терминов, наименования и понятия. Как говорит Брайан Роснер, в большинстве случаев наименование или термин отражает лишь незначительную часть выражаемого им понятия, даже если этот термин употребляется довольно часто. Насколько это справедливо в отношении понятия «царство»? Грэм Голдсорс объясняет эту мысль Роснера так. Данная мысль выражена в статье Роснера в «Новом словаре библейского богословия». А иллюстрация Голдсорси приводится в его статье о «Царстве Божием» в том же самом «Новом словаре библейского богословия». Надеюсь, что во время работы над каждой из тем программы, таких как «Пленение» или «Покой» на следующей неделе, вы будете обращаться к словарю библейского богословия с тем, чтобы взять оттуда необходимую информацию по изучаемым вопросам. Но вернемся к тому, как обозначенную выше мысль иллюстрирует Грэм Голдсорси. Вот что он пишет в своей статье о «Царстве Божьем». То обстоятельство, что термин «царство Божие» в Ветхом Завете не употребляется, не имеет решающего значения. Идея царствования Божьего над творением, над всеми тварями земными, над всеми царствами земными, а также уникальным, особым образом над своим избранным, искупленным народом, составляет самую суть послания Ветхозаветных Писаний. Голдсорси рассуждает так. Действительно, имеется выражение «Царство Божие», которое довольно часто повторяется в Евангелиях. Но в Ветхом Завете оно отсутствует. Однако, есть ли там само понятие? Однозначно да. Причем, если задуматься, то везде и всюду. Поскольку Ветхий Завет представляет нам Бога прежде всего, как великого царя, который владычествует над этим миром. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, Вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com По мере изучения запланированных тем неделю за неделей, начиная с сегодняшнего дня, мы будем скорее касаться исследуемых вопросов, чем предпринимать их в глубокий анализ. Охватить все нам не удастся. Вместе с тем, мне хочется, чтобы вы увидели, как раскрывается, как разворачивается та или иная тема в общей картине, изображающий Божий народ в назначенном Богом месте, живущий под Божьей властью, по Божьим законам, присутствии святого и любящего Бога. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»